Во-первых, в самом начале, хотя, как говорят люди, которые учат ораторскому искусству, нельзя благодарить в самом начале, но я немножко подведу их. Я хочу сказать большое спасибо вам, дорогие пастора, пастор Сергей, пастор Василий. Для меня это по-настоящему очень-очень большая честь быть в Новосибирске, быть в Сибири. Я первый раз в Сибири, я не знаю, наверное, это стыдно, но я сознаюсь. И хотел сказать, у вас прекрасная страна, но так как мы живем в одной стране, нельзя говорить регион, но это замечательная часть нашей большой страны. Поэтому большое вам спасибо, для меня это большая честь и слава Господу. И, конечно, так здорово видеть вашу работу, здорово, как я был по-настоящему, я не знаю, я назвал ее так, кузница кадров. Вот я понимаю, почему огромная работа, которую вы делаете для Господа в нашей стране, потому что в самом начале вы побуждаете каждого человека служить Господу. И знаете, это на самом деле самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Это когда мы служим Иисусу Христу, не так ли? Мы не просто призваны быть верующими, прихожанами. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы служили Ему, чтобы мы могли благословлять людей вокруг нас, могли начинать церкви, могли служить нашим даром, который Бог дал нам в церкви. Я родился в маленьком городе в Казахстане. Там было всего 30 тысяч человек. В 15 лет я впервые услышал Евангелие. И из-за того, что наш город был очень маленький, мне было немножко неловко ходить в церковь, потому что все друг о друге знали. Я помню, как если ты куда-то попал или куда-то пошел, бабушки на лавочке сразу начинали обсуждать твою персону. И я довольно хорошо учился в школе. Мои родители были, скажем так, не бедные. У нас был достаток в семье, дома. Я готовился поступать в нефтегазовый институт. Мой папа нанял репетиторов. И вот Иисус пришел в мою жизнь. И, как я сказал, я был не совсем такой горячий христианин, потому что я стеснялся. Но я так благодарен Богу за моего друга, который был у меня. Знаете что? Он просто тащил меня в церковь. И иногда я придумывал различные способы, чтобы туда не пойти, чтобы никто меня не заметил. Но он приходил ко мне домой. Он звонил мне и говорил мне, Вова, где ты? Почему ты сегодня не был на служении? Я говорил, я маме с папой помогаю на даче. Он говорит, нет, ты должен приходить в церковь. У тебя есть призвание от Господа. И знаете, мы тогда выросли в такой среде, когда еще не было какого-то учения большого. Это была, ну скажем, такая баптистская церковь. Но я помню, мы поймали какую-то такую мысль, что надо исповедовать. И я помню, мы все подростки друг другу исповедовали. Ты сильный муж Божий. И мы никогда не знаем, какое исповедание тебя куда-то заведет. И мой друг, он так мне надоел однажды, потому что, ну, постоянно надоедает, когда кто-то приходит, тебе звонит и постоянно говорит, приходи в церковь. И я своей маме сказал, мама, вот если ты его увидишь вдруг в окно, скажи меня, дома нет. Перед служением он шел ко мне домой, я его увидел, спрятался у себя в комнате, чуть ли не под кровать залез. И когда мой друг пришел, моя мама открыла ему дверь и сказала, Вовы, дома нет. Знаете, что он сделал? Он посмотрел на обувь и сказал, вот его обувь, он дома. Он зашел ко мне домой, вытащил почти меня из-под кровати и привел меня опять на собрание. И в какой-то мере я благодарен ему за то, что он сделал, за то, что он, ну, знаете как, аминь, слава Господу. За то, что он не сдался в отношении ко мне. И, друзья, я хотел бы вам сказать, что вы здесь по одной простой причине. Кто-то стал однажды вашим паровозом. Кто-то вас однажды привел на служение. По разным причинам. Кто-то не сдавался, когда он молился за вас, когда он приглашал вас на служение. Может быть, это выглядело иногда насильно. Знаете, как у нас во Вьетнамской церкви, если кто-то попадает неверующий в Вьетнаме в нашу церковь, он не уйдет, если он не выйдет вперед и не покается. Иногда это я смотрю и думаю, Господи, что делают они? Они его почти выпинывают вперед. Выпинывают его вперед. И, ну, слава Господу, кому-то нужен такой метод. Аминь. Слава Иисусу. Сегодня я хотел бы поделиться тем, что есть у меня глубоко в сердце. И я стараюсь сам так жить. Я верю, что такой стиль жизни – это благословение для других людей. Сегодня я хотел бы проповедовать вам про одного человека. Без этого человека в Новом Завете никогда бы не было написано бы большая часть книг Нового Завета. Без этого человека. Он не написал ни одну книгу в Новом Завете. Но без него, возможно, чтобы многие служения в Первой Церкви никогда бы не поднялись. И давайте мы откроем в самом начале нашей Библии. Будем читать с вами из книги «Деяния апостолов». И прочтем с вами четвертую главу. В четвертой главе мы видим с вами, как Церковь в Юрусалиме поднимается. Как великое пробуждение приходит. Церковь растет. В день Пятидесятницы во второй главе мы читаем, как три тысячи человек спасаются. Три тысячи человек признают Иисуса Господом. Затем пять тысяч. Церковь становится такой огромной. Дух Святой так сильно действует в этой церкви. И мы прочитаем с вами с 34 стиха четвертой главы «Деяния апостолов». «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов, каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою. Что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Итак, мы встречаем одного человека. Его звали Иосия. И я хотел бы обратить ваше внимание, что апостолы, они прозвали этого человека Варнавою. И это имя обозначает сын утешения. В то время не просто так давали имена. Имена давали из-за того, что человек имел какой-то характер, какой-то определенный характер. И вот апостолы что-то увидели в Иосии, они увидели в нем сына утешения. И дорогие мои друзья, братья и сестры, я верю, что мы с вами должны быть сынами утешения для кого-то. Я верю, что наше присутствие должно приносить утешение людям. Когда мы приходим на домашнюю группу, когда мы встречаемся с нашими братьями и сестрами, приходим на служение, мы приносим атмосферу утешения. Аминь. Я встречал разных людей. Иногда в присутствии некоторых людей ты чувствуешь, наоборот, напряженное состояние. Но как мне нравятся люди, которые приносят утешение, которые приносят мир, которые приносят благодать Божью. Итак, Иосия был такой человек. Он приносил Божье утешение тем людям, которые находились вокруг. Слава Иисусу Христу! Давайте будем похожими на сынами утешения. Приносить эту благодать, поднимать людей, которые вокруг нас. Это то, к чему призвал нас Господь. Мир, этот мир, дьявол, он унижает людей. Он подавляет каждого человека. Но мы те, которые поднимаем других людей. Мы те люди, которые даем новый шанс, новую возможность нашими словами через то, что мы ободряем других людей. Итак, мы читаем с вами про Варнаву. Еще одна история, которую мы увидим с вами в Варнаве, это история, которая записана также в Деянии Апостолов, 9 главе. Давайте мы прочитаем 9 главу Деяния Апостолов. И в этой главе мы читаем о том, как великий гонитель церкви по имени Савл, он обращается ко Христу. Знаете что, когда мы читаем, может быть, слова самого Павла, когда он пишет в своих посланиях о себе, о своем прошлом. Иногда мы думаем, он какой-то гонитель, как он говорит о себе, изверх. Но когда вы изучаете, как это написано на греческом языке, вы будете удивлены, потому что на самом деле Савл не просто принимал участие в гонениях в церкви. Он был сам катализатором гонений, он сам был инициатором. И мы читаем, как он по дороге в Дамаск идет для того, чтобы выпросить у первосвященника письма, которые бы позволили продолжить гонения. Я думаю, что вся церковь в округе, в Иерусалиме, они знали, кто такой Савл. Наверное, бабушки, дедушки, мамы и папы, когда они ложили своих детей спать или внуков, они, знаете, мы бабуя Гой пугаем или кем-то там еще, они говорили, смотри, Савл придет. И все были просто в ужасе от имени Савла, потому что они знали, кто это за человек. Итак, Бог спасает этого человека. И знаете, почему Он спасает его? Потому что церковь, она молилась за Савла. Иисус сказал, молитесь за гонящих вас, молитесь за обижающих вас. И когда я читаю о Савле, ко мне приходит надежда. Нет безнадежных людей для Бога. Если ты взялся за кого-то молиться, если ты взялся молиться, может быть, за самого ужасного человека, который гонит церковь, а может быть, вообще противится Евангелию, все равно есть для этого человека шанс. Через молитву Бог найдет способ достучаться до его сердца. И вот по дороге в Дамаск приходит Иисус к Савлу, открывается перед ним. И этот человек по имени Савл обращается к Иисусу Христу. Анания приходит, начинает пророчествовать Савлу. Он говорит, что скоро ты будешь тем человеком, который будет проповедовать Евангелие народам, который будет проповедовать сынам Израилевым и будет стоять перед царями. Это великое призвание, которое получает Савл через Ананию. И вот этот человек в один момент становится совершенно другим. И я могу только себе представить. Он приходит в синагогу и все ожидают, как сделать пять новых шагов к новой волне гонения на церковь. А этот человек говорит совершенно другие вещи. Он говорит о том, как Иисус встретился с ним по дороге в Дамаск. И мы читаем с вами о том, что все синагоги, все иудеи, которые были радикально настроены против первых христиан, они были в недоумении. А они были в таком недоумении, что они против него сейчас гонения воздвигли. И Савлу пришлось убежать из Дамаска. И теперь давайте мы посмотрим девятую главу, несколько стихов из этой главы. Мы прочитаем с вами с 24 стиха. Но Савл узнал об этом умысле их. В один день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью взяли его, отпустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим, старался пристать к ученикам. Смотрите, как здесь написано. Он старался пристать к ученикам, но все боялись его. Все боялись, возможно, что он шпион, что он хочет выследить домашние группы, выследить лидеров христианского движения в Иерусалиме. Поэтому никто не доверял Савлу. Подумайте, что происходит в голове такого человека, который совсем недавно гнал церковь, пережил встречу с Иисусом Христом, пережил обращение. Он приходит в Иерусалим, и вот он хочет попасть к братьям, потому что там в Дамаске его начали гнать, а братья не пускают его. Ученики говорят, нет, мы не верим тебе, мы не доверяем тебе, ты шпион. Представляете, какое разочарование может прийти в жизни этого человека. Вы знаете, Савл был в то время такой радикально настроен христианин, такой немножко по-английски фрик, немножко сумасшедший. Мы иногда встречаем немного странных людей. Кто из вас когда-нибудь видел странных людей? Думаешь, какой он странный человек. Вот, наверное, Савл был один из таких странных людей, который проповедовал Евангелие. Ну, проповедовал Евангелие, это не странный человек, но больше, чем другие проповедовал Евангелие. Никто не хотел с ним связываться, никто не хотел его пускать к себе. Смотрите, в стихе 27 написано, «Варнава же, взяв его, пришел к апостолам, рассказал им, как на пути он видел Господа, что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». Послушайте, этот сын утешения по имени Варнава был единственным человеком в церкви, который поверил Савлу. Он был единственным, кто услышал историю Савла и привел его к апостолам. Я верю, что нам необходимо быть такими же, как Варнава. Верить в людей. Верить, даже если они, может быть, выглядят странно. Выглядят не так, как выглядим мы, но мы можем быть Варнавой для этих людей. Мы можем брать их и приводить в правильное место их жизни. Можно аминь вашу услышать. Может быть, в вашей домашней группе, может быть, в вашем окружении, где бы ни ни были. Есть какие-то странные люди, как нам кажется вначале, такие неадекватные люди. Но знаете что? Будь Варнавой для них. Приведи этого человека в правильное место его жизни. Направь его. Я заметил, что странные люди бывают не потому, что они странные, а потому, что у них нет правильного направления. Если ты задашь ему правильный вектор, то тогда этот человек, он пойдет правильным путем. Найди такого человека. Может быть, он есть у тебя в твоем окружении, в окружении твоих друзей. Ты можешь стать для этого человека Варнава. Возьмись за него, и он пойдет правильным путем. Семь лет тому назад я преподавал в нашей библейской школе на первом курсе. Я не забуду, как однажды я встречал этого брата. Он жил на Дальнем Востоке. И знаете, как-то, когда я приезжал туда проповедовать, он приходил ко мне. И знаете, он выглядел очень странным. И все мне говорили про этого человека. Он странный, он какой-то странный. Но никто не объяснял, почему он странный. И вот он попал к нам в библейскую школу. И как-то я проповедовал о миссии. Он подошел ко мне и начал со мной говорить на таком китайском языке, ломаном китайском языке. Он, видимо, только что начал его изучать. Он говорил, ни хау. Я говорю, о, боже мой, я же встречал этого брата когда-то. И он говорит мне, Бог призвал меня поехать в Китай. Я говорю, ой, сколько людей я встречал, которые призваны ехать в Китай, так и никогда в жизни даже никуда не поехали в соседний город. И он говорит, я поеду, Бог меня призвал. Я сказал, окей, хорошо. Когда ты поедешь, обязательно мне позвони. Через 4 месяца я слышу, как мой телефон звонит. И незнакомый номер. Я беру, и он говорит, это я. Я говорю, хорошо, молодец. И что? Я уже в Китае. Я говорю, ты вообще молодец. А как ты туда попал? Ну я же сказал вам, что через 4 месяца я попаду в эту страну. Я говорю, да, молодец. Ну тогда жди, я скоро приеду. И знаете что? Вот этот странный человек, который выглядел странный для всех, он попал в правильное место в своей жизни. Он жил долгое время в Китае, выучил китайский язык, проповедовал Евангелие китайцам. И продолжает сейчас отношения с китайцами, с Китаем. Послушайте, странный человек может быть однажды оказаться в правильное место в своей жизни, если ты направишь этого человека. Аллилуйя. Савла направили в правильное место. Его познакомил Варнава. И мы читаем дальше о том, как Савл начинает служить Господу в Иерусалиме. И его служение было таким радикальным, что ученики решили снова отправить его куда-нибудь подальше. Иногда нам хочется отправить кого-то подальше. И поэтому ему оплачивают дорогу в Тарс и говорят, слушай, Савл, ты замечательный брат, но мы не хотим, чтобы вторая волна гонений поднялась теперь опять за тебя. Только уже в другую сторону. Поэтому давай мы тебе оплачиваем куда-нибудь дорогу, чтобы ты отдохнул, переосмыслил все, переоценил все, пришел в кондицию правильную христианскую. И они отправляют его обратно в Тарс. И мы ничего не знаем с вами про Савла. Ничего не слышим про него. И давайте мы посмотрим сейчас 11 главу книги Деяния апостолов. 11 глава. Деяния апостолов, 11 глава. Эта глава известна тем, что впервые Евангелие приходит к язычникам. Поднимается первая языческая церковь в Антиохии. Это уже не были такие знатные, такие правильные святые иудеи, которые проживали в Иерусалиме. Это были очень интересные люди. Это были римские граждане. Это были бывшие военные. Это были торговцы с разных национальностей, с разных культур. Но Евангелие прикоснулось к этим людям. Мы посмотрим с вами сейчас. 20 стиха. Были же некоторые из них киприяне, киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ним, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Вопрос, почему опять Варнава? Почему снова его посылают в Антиохию? Ответ очень простой. Потому что Варнава был гибок в своем мышлении. Он был человеком, который мог принять то, что не могли принять, может быть, те апостолы, которые остались в Иерусалиме. Он уже имел отношение к язычникам. Потому что он был родом из Кипра. Он был человеком гибким, быстрым на подъем. И вот он приходит в Антиохию. И смотрите, мы что-то с вами узнаем о характере Варнаве. Мы прочитаем с вами. Дальше. Была рука Господня с ним. Великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух до сем. Об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл, увидел благодать Божью. Смотрите, он приходит совершенно в другое собрание, с другими порядками. Но что он видит там? Он видит Божью благодать. Иногда, когда ты приезжаешь в другие страны, ты видишь, как ход их служения проходит немного по-другому. Ты видишь, как они поют другие песни. Их отношения к некоторым вещам совершенно другие, чем наши. Но в этих местах есть Божья благодать. И я верю, что нам необходимо, особенно если мы мечтаем быть миссионерами, Бог призвал нас увидеть эту Божью благодать в тех местах, которые не похожи на нас. Варнава был таким человеком. Он увидел Божью благодать, потому что он был человеком добрым. Слава Господу! Будь человеком добрым. Аминь. Не только духовным, но и добрым. И также Варнава был исполнен Святого Духа и веры. И приложилось довольно народа к Господу. И теперь в 25 стихе. Знаете, что-то было в Варнаве. У него было чутье на людей. Он мог чувствовать людей. И я думаю, возможно, это моя интерпретация, что однажды Варнава встал утром и подумал, все у нас идет хорошо. У нас растет церковь. Благодать Божья здесь. Но кого-то здесь не хватает. Кого-то не хватает здесь. И вот он вспоминает про Савла. Савл. Вот кого не хватает здесь. Здесь может быть Савл. А где же сейчас Савл? Савл находится в Тарсе. И знаете, можно разные придумывать интерпретации по поводу того, что делал там Савл. Кто-то говорил, он получал откровения от Бога о благодати и от церкви. А может быть, он был в депрессии. Мы не знаем с вами. Иногда люди пропадают из поля нашего зрения на какое-то время. Мы не знаем, что с ними случилось. Но смотрите, Варнава имел такое чутье. Он сказал, не хватает кого-то. Не хватает Савла. Поэтому он идет искать Тарс Савла. Находит его и приводит его в Антиохию. Теперь опять, опять Варнава и Савл. Опять Савл попадает в Антиохию. Не по своей даже воле. Кто-то приводит его. Кто-то приводит на правильное место его жизни. Друзья, если вы служители, вы не просто попали туда. Кто-то привел вас. Кто-то взял вас. Кто-то почувствовал. Да, это его место. Да, это правильное место для него. Будьте такими, как Варнава, который приводит людей. Которые тянут. Которые не просто поднимаются сами. Но те, которые тянут других людей. Может быть, ты не будешь известный. Может быть, они будут больше известен, чем ты. Но это не важно. Важно, чтобы Божье Царство распространялось. Я помню, когда я жил в Туркменистане. Это было в 99-м году. Наша церковь была по-настоящему подпольная. Мы испытывали очень сильное давление. Мы жили фактически нелегально там. Потому что невозможно было попасть в эту страну и жить там, если ты постоянно только требовал и просил разрешения. Мы платили цену там. Я помню, я отвечал за нашу работу в нескольких местах. Я был сам пастором в Ашхабаде. И я помню, как однажды я приехал в один город. И там был один миссионер. Замечательный брат. Хороший. И этот город был совсем небольшой. Знаете, в небольших городах иногда сложнее работать. Тем более, если ты иностранец. И ему не так сильно хорошо получалось делать это. Он отдавал все свои силы. И как-то он откровенничал со мной и сказал. Последние полгода. И я возвращаюсь обратно в Россию. Я возвращаюсь обратно в Москву. И я видел, как дар Божий был внутри него. Я вернулся обратно. И просто Дух Святой положил мне на сердце позвать его к себе. Потому что я много путешествовал. Мне нужен был человек, который бы так же занимался церковью. Я позвонил ему и сказал, прежде чем ты уедешь, давай полгода последних ты проведешь у нас здесь. Нам нужна помощь. Мы открываем библейскую школу. Нам нужна помощь в строительстве домашних групп. И мы помогли ему приехать в эту церковь. И вот он стал помогать нам в церкви. И знаете что? Вдруг я увидел, этот человек просто раскрылся. Люди любили его очень сильно. Люди просто постоянно ходили за ним. Я увидел в нем сердце пастора. Каждый раз, когда я куда-то уезжал, я понимал, что церковь находится в надежных руках. Каждый раз, когда я путешествовал, я понимал, этот человек позаботится о церкви. Через некоторое время мы покинули Туркменистан. И этот человек стал там пастором. И знаете что? Он отменил все свои поездки. Он уже не хотел ехать, возвращаться обратно, потому что он нашел свое призвание. Через некоторое время, когда я стал заниматься миссионерской работой у нас в Москве, мне понадобился администратор. И знаете что? Я молился, и вдруг ко мне пришло. Возьми этого человека. Возьми этого человека, который сейчас находится там. Потому что его время уже проходило, мы поднимали местных людей. И знаете что? Я как настоящий азиат. А азиаты всегда, они берут своих. Я позвонил ему и сказал, приезжай ко мне. Давай приезжай ко мне. Ты будешь моим помощником. Ты будешь нашим администратором в отделе. И он приехал, делал замечательную работу, прекрасную работу, такую хорошую, что пастор Мацулла подошел ко мне и сказал, Володя, я вижу, у тебя такой замечательный брат. Нам нужен декан библейской школы. Поэтому отдай нам его. И я сказал, аллилуйя, слава Богу, возьмите. И он стал администратором, деканом библейской школы. Делал прекрасную работу. Его сердце было сердцем пастора. Через некоторое время, знаете что? Бог взял и поднял его еще выше. Он стал один из пасторов нашей церкви. И на сегодняшний момент он возглавляет пасторскую команду нашей церкви. Однажды, 15 лет тому назад, 16 лет тому назад, он почти был разочарован. Но кто-то помог ему подняться. Кто-то привел в правильное место его жизни. Друзья, есть столько людей, которые сегодня разочарованы по разным причинам. Может быть, они совершили какие-то ошибки. Может быть, они устали. Будь для него варнавой. Приведи его в правильное место его жизни. Потому что я верю, что Бог никогда не ставит крест на людях. Бог никогда не заканчивает с людьми работать. «Возьми, будь как Варнава, имей его характер». Итак, Варнава приводит Савла в Тарс. И написано, что они служат Господу. Они вместе учат тех людей, которые находятся в Антиохии. И приходит пророк Агав и говорит о том, что будет великий голод. Они собирают пожертвования. Если вы читаете конец этой главы, там написано, что они послали пожертвования через Варнаву и Савла. Опять Варнава, опять Савл. Ответ очень простой. Бог использует друзей. Строит дружеские отношения. Своей домашней группе. Где бы то ни был, строит дружеские отношения. Потому что Бог использует друзей. Аминь. Давайте мы посмотрим 13 главу. 13 глава книги «Деяния апостолов». Мне тоже она очень сильно нравится. Потому что в этой главе рождается настоящая профессиональная миссия. До этой главы Евангелие хаотично, в общем-то, распространяется по всему тому известному миру. Но в 13 главе что-то происходит. Мы прочитаем с вами с первого стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигерой, Луций Кириньянин, Имонаил, совоспитанник Ирода, черт это властника, и Савл. Обратите ваше внимание на этот стих. Первым именем в этом списке стоит Варнава. Лука, который пишет книгу «Деяния апостолов», не случайно написал в таком порядке. Он написал, ну скажем так, такой список людей, которые были самыми уважаемыми. Первым человеком стоит Варнава. Варнава был самым уважаемым человеком в Итеохе. Он был посланником из церкви Иерусалима. Возможно, он был самым опытным служителем. И теперь заметьте, в последнем списке стоит Савл. Кто был такой Савл? Его мало кто знал, потому что Варнава привел его. Он вообще самым последним пришел из слушателей в Антиохию. Варнава и Савл. И тогда Дух Святой обращается и говорит, «Отделите мне Варнаву и Савла». Опять Варнава и Савл, да что это такое? И там Варнава, Савл, и здесь Варнава, Савл. Почему не Луцый Кириньянин? Почему не Манаил, совоспитанник Ирода, черт это властника? Они же более опытные. Есть Божья рука над этим. Есть Божье предназначение, чтобы служить двум этим людям, которые стали друзьями, которые понимали друг друга. Знаете, иногда у тебя есть такие друзья, им не нужно объяснять что-то. Вы понимаете друг друга с полуслова. Вы понимаете друг друга с полувзгляда. Вы все поняли. Это был такой Варнава и Савл. Слава Господу. И два этих человека пошли в первое миссионерское путешествие. Они путешествовали, начинали церкви. Они поднимали людей, которые вокруг них. И знаете, что удивительно? К концу 14 главы, тогда, когда их первое миссионерское путешествие заканчивается, что-то происходит. Мы читаем с вами, как Лука перечисляет каждый раз. Варнава и Савл пришли туда. Варнава и Савл пришли туда. Но в один момент что-то происходит. Павел и Варнава. Павел и Варнава. Вдруг сейчас Лука меняет местами их имена. И по одной простой причине. Я думаю, что Павел начал понимать свое призвание. Он вошел в свое предназначение, о котором Бог говорил ему в 9 главе книги Деяния апостолов. Он начал понимать, что он призванный апостол. И тогда Лука говорит Павел и Варнава. И послушайте, это удивительно. Потому что иногда Бог может поднимать людей вокруг нас. И иногда они становятся больше, чем мы. Но мы можем только радоваться за это. Мы можем только благодарить Господа. Что те люди, которые однажды были нашими учениками, становятся выше, чем мы. И это самая большая радость, которую мы можем видеть. Несколько пасторов, в которых я помог подняться, сегодня имеют в церкви больше, чем я. Но я так благодарен за это. Я так благодарен, потому что Бог ведет их вперед. Потому что я верю, в этом есть Божье предназначение. Аллелуя! Итак, Павел и Варнава. 15 глава. 15 глава книг Деяния апостолов. Давайте мы прочитаем несколько стихов отсюда. И я буду заканчивать. 15 глава. Откройте, пожалуйста. Я хотел бы попросить, если бы кто-то из прославления сейчас поднялся. И мы прочитаем с вами со стиха 36. По некоторым временем Павел сказал Варнаве. Теперь смотрите. Павел становится инициатором. Он приходит к Варнаве и говорит. Варнава, пойдем опять посетим братьев наших. По всем городам, в которые мы проповедуем Слово Господне. Посмотрим, как они живут. Варнава хотел взять с собой Марка, Иоанна Марка. Но Павел полагал не брать отставшего от него в Павлии и не шедшего с ними на дело, на которое они были постнут. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отбыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьям Божьей благодатью. Мы прочитаем очень грустное событие, которое происходит в Антиохе. Два великих апостола, два великих божьих слушателя. По каким-то причинам разделяются. И причина, которым Лука повествует нам в этом отрывке, стал Иоанн Марк. Иоанн Марк был очень молодым. Он был племянником Варнавы. Мы прочитали с вами о том, что в первом миссионерском путешествии Иоанн Марк, в силу, может быть, своей неопытности, может быть, слабости, он оставляет апостолов. Он не выдерживает трудности путешествия, возвращается обратно. И Варнава хочет дать ему шанс. Он говорит, давай снова возьмем Марка, потому что он уже подрос, он уже все понял. Павел говорит, нет, потому что я чувствую, что то дело, на которое мы идем сейчас, в эту вторую миссионерскую поездку будет нелегко, будет очень трудно. Поэтому мы не возьмем его. Там написано, огорчение происходит. Смотрите, что написано. Варнава берет Иоанна Марка. Он не ставит на нем грех. Да, он был молодой. Да, он был неопытный. Да, может быть, он не соответствовал стандартам, которые предъявлял перед ним Павел. Но Варнава дает шанс этому молодому человеку. Я хотел бы задать вам вопрос. Скажите мне, сколько Евангелий у нас? Четыре. Какое второе Евангелие Марка? Кто написал это Евангелие? Тот самый Марк. Тот самый Марк, который был слаб, который убежал, который не справился с трудностями, но благодаря кому он стал Божьим служителем? Варнаве. Варнава помог ему. Варнава помог ему подняться. И во втором послании Тимофея, в главе 4 стихе 11, когда апостол Павел пишет в одной из самых последних посланий Нового Завета, в конце своей жизни, он говорит такие слова. «Марка, возьми и приведи с собою, потому что он мне нужен для служения». Смотрите, в конце жизни даже Павел, он признал, Марк вырос, Марк стал опытным, Марк поздрослел, он стал зрелым христианином и Божьим служителем. И он говорит, приведи мне его, он мне нужен для служения. Как бы я хотел быть нужным Павлу, если бы я жил в то время? Я бы, наверное, отдал все для того, чтобы быть ему нужным. Но смотрите, Павел выбирает Марка. И вопрос, благодаря кому? Благодаря Варнаве. Благодаря Варнаве, этому человеку, который не написал ни одного послания в Новом Завете, этому человеку, который, может быть, не сделал такую великую работу, которую сделал апостол Павел, но этот человек был сыном решения. Этот человек был человеком, который поднимал других лидеров, поднимал других людей, поднимал и не ставил крест на людях, которые, может быть, ошиблись. Может быть, сегодня они сидят в депрессии дома, сожалеют о том, что произошло. Варнаве был таким человеком. И, друзья, сегодня я свою проповедь хочу призвать вас. Будьте такие, как Варнаве. У вас в вашей домашней группе. Возможно, есть кто-то, кто будет будущим апостолом Павлом. Может быть, есть кто-то, как Иоанн Марк, который сейчас слаб, который сейчас неопытен. Помогите ему подняться. Помогите. Может быть, он станет выше, чем вы. Может, его служение будет больше, чем ваше. Но это самое лучшее счастье увидеть тогда, когда вокруг нас поднимаются новые лидеры, поднимаются новые божьи служители. Я верю, мы можем быть, как Варнава, сынами и дочерьми в тишине. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы мы поднялись сейчас. Давайте предстанем перед Господом. И, может быть, Дух Святой сейчас напомнит вам о каком-то человеке. Может быть, Дух Святой напомнит о каком-то братье и сестре, которые сегодня в депрессии, которые сдались, которые что-то делали неправильно, которые перестали ходить на служение в церковь. Решите, что вы станете для них Варнавы. Будьте паровозом для них. Знаете что? Я бы никогда не стоял здесь, за кафедрой, если бы не мой друг, который никогда не сдавался в отношении ко мне, который всегда тянул меня, который, может быть, использовал не самые правильные методы в плане настойчивости, но тем не менее я благодарен Богу за него. И я верю, что на небесах Он получит награду за меня. Он получит награду за меня. Я верю, Дух Святой может сейчас вам показать показать тех людей, которые, может быть, сдались, которые сегодня слабы. Может быть, они выглядят даже странно. Не вешайте ярлык на них. Дайте им шанс. Дайте, позвольте им высвободить дар Бога. Аллилуйя. Я прошу вас сейчас вместе со мной помолиться об этих людей. Может быть, Дух Святой покажет вам его лицо. Может быть, имя. Вы вспомните этого человека. Скажите, Бог, я хочу быть для него варнавой. Я хочу. Да, может быть, он сдается. Может быть, он слаб. Может быть, он что-то не понимает до конца. Может быть, он даже издевается. Я хочу быть для него варнавой. Сыном решения, который возьмет и поднимет этого человека. Может быть, Дух Святой показывает вам, чтобы вы привели этого человека на правильное место в его жизни. Может быть, вы дали ему толчок к дальнейшему росту. Аллилуйя. Вы увидите, что это вложение однажды благословит и вас во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим тебя во имя Иисуса Господи. Я молюсь сейчас, что то послание, которое сегодня я проповедовал здесь, чтобы это слово Господь преобразило нас, чтобы мы стали дочерьми и сынами утечения, как варнава поднимает других людей. Господи, во имя Иисуса, не позволь нам сдаться, когда мы видим, как другие люди, может быть, слабые, может быть, они уже сотни раз слышали нас. Но помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа, поднимать этих людей. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа, приводить их в правильное место их жизни. Помоги нам стать их другом. Помоги нам, Господь. Может быть, они выглядят странными даже. Господь, но помоги нам не сдаваться. Пусть наши духовные глаза будут открыты также и на их дар, и на их призвание. Как это сделал однажды Акилла и Прискилла, когда они пришли к Аполлосу, и они точнее показали ему путь, Господин, во имя Иисуса Христа. Дай нам точнее показывать этим людям Божий путь, Божье призвание во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Отец Небесный, за твою благодать. И мы благословляем этих людей. На этой неделе, Господь, помоги нам связаться с ними. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа выслушать их, позвонить им, может быть, навестить этих людей, вспомнить их в молитве во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя во имя Иисуса. Халлелуя. Дай нам быть хорошими людьми во имя Иисуса Христа, исполненный Святого Духа и веры. Благодарим тебя, Отец Небесный. Халлелуя. И весь народ да скажет. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Халлелуя. 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 Давайте воспитывать внутри себя. Будем как Варнава, который поднимает вокруг людей. Людей, которые будут, как Павлы, как Марки, которые будут делать великие дела для своего народа и для других стран. Во имя Иисуса. Аминь. Варнава,